Всем большой привет! С вами снова наша любимая рубрика «Что мы купили, чтобы поесть?» Начинаем мы с основы того, что составлять наш рацион до фруктового овоща. В этот раз не очень много всего. Из овощей я купила только капусту. Ну, прямо много, 2,5, почти килограмма. У меня уже остались еще огурцы, остались пекинская капуста, осталась свекла, лук, морковь, картошка осталась в прошлой закупке. Я так их за неделю не использовала, так что поэтому в этот раз немного овощей. Ну, только капуста, остальное у меня все есть. Из фруктов остались еще яблоки с прошлой закупки. Но я их, наверное, порежу в шарлотку, потому что как-то они немножечко жестковатые. Ну, короче, в шарлотке будет то, что надо. Или потушу их в сливочном масле и сделаю слойки с яблоками. Посмотрим. В этот раз еще взяла яблоки, вот такие они интересные. Это, как это называется, сезонные яблоки в пятерочке. Ну, я надеюсь, что эти получше, чем те, хотя что-то я сомневаюсь. Надо было закупку из магнита брать. Там вот сезонные яблоки, то что надо. А здесь какие-то они немножечко травянистые. Но зато отличные пришли в этот раз мандарины. Глядите, какие суперские. Вообще они прям один к одному. Кожура тоненькая, они сладкие, внутри сочные. Этот сорт очень классные мандарины. Они темные, темно-оранжевые, с тонкой кожурой такие. Немножко жесткие, но отличные. Вот. Еще думала, что бы заказать из фруктов. И вспомнила, что что-то давно не ели мы киви. А потом я потрогала эти киви и поняла. Вспомнила, почему мы их давно не ели. Вот когда я чищу киви, я чищу киви, прежде чем есть, как картошку. То есть беру так трынк, трынк. Вот. И ножиком. И вот эта вся ворсистая фигня, она вся, получается, прилипает. Этот ворс мелкий, он прилипает к рукам. Он же липкий киви, внутри влажный. И все это налепляется на этот киви. И, короче, это такой геморр это чистить. Немножечко тут ушибленный. И, короче, я вспомнила. Теперь поняла, я вспомнила, почему я давно не брала. Потому что меня это так ужасно бесит. Если кто-нибудь знает хороший способ, как почистить киви, чтобы вся вот эта вот ворс этот не лип к рукам, напишите мне. Потому что вот он лежит. Мы за неделю, конечно, его съедим. Эти там 600 грамм киви. А еще мне удивилось, что они такие маленькие. Что-то в моей памяти киви должны были быть больше, нет? Это нормальный размер? Прям такие. Как очень крупное куриное яйцо. Ну, как-то, мне кажется, мелкие. Ну, короче, вот так. Ну, вот овощи, фрукты на неделю все. Но если учесть еще, что у нас еще есть яблоки, и есть много овощей, ой, я вас что-то шатаю немножко, извините, то, в принципе, нормально. Так, ну что ж, мы теперь мы делаем вот так. И переходим к следующей рубрике. Мясо, молоко, яйца. Тут я решила, как это. Мы наденем все лучшее сразу. Что мы будем делить? Яйца отдельно, молоко, отдельно мясо. Все сразу положила, все и перечислять удобненько. И вам не это самое. Сразу видно картину происшествия. Так, ну, начнем мы, наверное, с мяса. Я взяла в этот раз филе. Я не могу. Филе это самое, мне кажется, вкусное мясо. Взяла петелинку, хорошая фирма. Большие тут эти куски филе. Нормально, отлично. Вот, и сделала мясо с этим самым, с рисом, и мясо с гречкой, и мясо в белом соусе. И маленькие кусочки порезать, на маленькие кусочки отбить их, и поверять в этих сухарях, в кляре, в сухарях. Ой, как, господи, в кляре. В яйце в сухарях и обжарить их, как наггетсы. Короче, филе это супер-пупер мясо. Ешьте все филе. Если денег хватит. Вот. Еще взяла бедра. В прошлый раз взяла бедра. Петелинку тоже. И жизнь меня, кажется, ничему не учит. В этот раз опять. Три бедра. Такие прям бедра. Все бы такие. Короче, мощный был цыпленок. Не знаю, наверное, с одного большого бедра плов может сделаю. Ну, курицу с рисом, вот так скажем. Я вообще смотрю, как люди плов готовят. Ничто же, что у меня, что там обжаривают в этой, как ее, в мультиварке. Курицу кидают туда, лук, морковь засыпают, риса засыпают, его заливают водой. Называют все это месиво плов. Почему у меня не плов? У меня тоже плов тогда. Я хотя бы специи для плова кладу. Ладно. Короче, взяла три бедра. Одно, наверное, пойдет на курицу с рисом. А два пожарили для Эльдара. Он прям вообще. Я в тот раз пожарила три бедра. Вот я снимала шортс, что я много готовлю. Эти три бедра ему хватило. Он то сел на обед, на ужин. И на завтрак сказал, я хочу курицу. Ну, как бы полтора килограмма курятины за два дня слопал. Ну, приятного аппетита, сыночек. Пускай кушает. Лишь бы на пользу пошло. Так, взяла яйца. В этот раз что-то прям... И уже 110 рублей, уже считай, недорогие яйца. Вообще, как мы докатились до такого. Взяла куриные яйца. Ой, ну-ка, ну-ка. Опля. Это у нас... Что там? Какой там сорт? С1. Ну и что? Что? Красная цена? С1 все равно С1. Нормальная, считаю. Взяла тоже перепелиные яйца. Стоянба. Не укатываться. Это и Алена в прошлый раз поела. На два дня хватило. И Алена, и Ильдар. Ой, 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 не открывайтесь. И я тоже поела. У меня не было испорченных яиц в этот раз. Вот я не помню, на Новый год какую я упаковку яиц брала, если честно. Но это была не селяночка. У меня там было три испорченных яйца. Два пустых, одно какое-то серое. А вот эти яйца, селяночка, я в прошлый раз взяла, они все были идеальны. Они все отлично сварились. Вот не знаю, вы пользуетесь таким лайфхаком или нет. Когда я варю яйца, любые, там перепелиные, куриные, неважно, я насыпаю очень много соли. То есть в маленькую кастрюльку я кладу соли так, но иногда полстакана. Потому что в насыщенном солевом растворе, если яйца лопнут, они не вытекут. Вот, давно уже так и делаю. И перепелиные тоже варю в солевом растворе, в очень соленой воде. И они прям получаются, они в себя берут немножечко соли, и они получаются прям то, что надо. Их можно без всего есть, без майонеза, без всего. Просто чистишь и ешь. Только единственное, что когда чистишь, они плохо чистятся, и прилипают к рукам-то мелко, с крылупа. Так, купила еще молока. В этот раз я взяла молока вот такого. Две упаковки. Две упаковки я в тот раз три взяла, у меня одна осталась. Вот, полторы даже осталось. Это мы добавляем в чай, кофе, в кашу, когда варим блины на нем, я жаль на таком молоке. Кто-то там говорит, что ультрапастеризованное молоко, это не молоко, полтора процента не молоко. И едите, знаете, куда? Молоко есть молоко, обезжиренное просто и все. А ультрапастеризованное, это значит, его под несколько секунд, под очень высокими температурами держишь, чтобы бактерии в нем умерли, чтобы он не прокисал. Вот и все. Вот, они мне эти бактерии не нужны. У меня эти бактерии есть вот в таком молоке, который я покупаю для детей. Тут и жирность нормальная 3,2. Упаковка большая. Тоже, куда так много берете? На неделю, на двоих детей 3 литра, это много, реально. Это полтора литра на одного человека, на одного ребенка. Полтора литра, это сколько? Шесть стаканов молока. По стакану молока в день, что это много, что ли? Люди такие интересные вообще. Я считаю, нормально. При том, что я тоже молоко пью. Я еще из такого молока себе в кофе, когда капучино делаю. Оля, что-то прилипло к нему. Вот, короче, они по цене одинаковые, что в магните, что в пятерочке. Цена, насколько я помню, одинаковая. Вот, ага, вот еще, что пока же купила. Купила еще маргарин. Кто-то там в прошлый раз написал, хозяюшка плохой маргарин. Ничего подобного, отличный маргарин. Я его покупаю, чтобы готовить вафли. Не так давно стала брать. Было раньше еще пышка, что-то еще. Ну, вот это, по-моему, единственный нормальный маргарин в этой пятерочке. Тут он сколько граммов? 180? Сейчас загляну. Я не вижу через камеру. Короче, не вижу. Ну, по-моему, 180 грамм. 180 грамм, а на то, чтобы приготовить порцию вафель, там надо 100 грамм. То есть, мне там еще чуть-чуть осталось маргарина, и я это возьму. То есть, мне два раза получится приготовить. Хватит этого маргарина вафли детям. Я делаю в мультипекаре Redmond. У меня есть обзор на канале на этот мультипекаре. Снимала. Вот. Еще купила сыр. Наша бабушка, которая завтра уже уезжает, не может задержаться от покупок. И она покупает то, что мы никогда почти не едим. Колбасу такую-то, орехи. Что там еще она? А, ну, купила кетчуп запас. Вот. И, короче, купила колбаски. Но она лежит, лежит. Аленя говорит, давай сделаем пиццу. Давай. Купили на пиццу сыр. Потому что какая пицца без сыра, правда? Вот. Купили сыр сливочный. Но я редко беру сыр. Вроде нормальный, да? Мне кажется, нормальный. Кто любит сыр и увлекается, расскажите мне. Для пиццы пойдет такой сыр? Я знаю, для пиццы хорошо моцарелла. Она тянется, хорошо все. Но она безвкусная, как резина. Красиво выглядит, конечно, но на вкус ноль. Я пробовала пиццу еще и до санкции, еще когда. И до 14-го года. Ой, пиццу моцареллу. И подруга мне из Италии привозила моцареллу. Я не понимаю ее вкус. Резина. Бесвкусное нечто. Тянется, плавится хорошо, да. Выглядит красиво на пицце. Но есть у отдельно нет. Вот адыгейский сыр. Это супер. Или сулугуни. Это вообще отвал башки. Моцарелла фигня. А вот этот сыр даже не знаю. Я просто так, как в 2014 году санкции нас наложили. Какие-то там перестали сыры нам завозить. Еще что-то я и перестала покупать. Даже сейчас даже не знаю. Редко-редко беру сыр. Но не помню уже даже, какого он должен быть вкуса. Может, это нормальный. А я тут на него возмущаюсь. Так. Ну, молоко, яйца и мясо. Все. На неделю все. У меня еще там остались наггетсы пачка. Еще килограмм желудков остался. Еще там обрезки от курицы остались. Лежат суп сварить. Там немного, короче, остатков. Мне кажется, мы прямо еще много денег тратим на еду. Возможно, и меньше. Потому что мы не съедаем все то, что покупаем на неделю. Вот. Люди возмущаются. Типа, что вы брете? На 15 тысяч невозможно. Да не знаю. Мне кажется, я на 15 тысяч столько всего. Вот 2 500. Смотрите, я и яйца перепелиные взяла. Я и молока, вот сколько набрала. И филе куриное. Да, мы там не берем говядину. Не берем там что еще. Колбасы никакие не берем. Все дорого. И всякие там товарашки. Йогурты, они дорогие. Но так-то вот нормальная еда. Базовая еда, мне кажется. Так что все нормально у нас. Так. Ну, мы переходим к следующей рубрике. Я делаю вот так. И последняя рубрика на сегодня. Бакалея. Кстати, пока не забыла, скажу, что у меня есть канал на Дзене, где я сначала выкладываю все свои видео. А я каждый день выкладываю там какие-то статьи. Ну, такие посты. Не статьи, посты пишу. Всем доброе утро. На разные темы пишу. На рандомные с фоточками. Вот. У меня есть канал в Телеграме. Будни Соло Мама тоже называется. Не путайте. Там какой-то появился канал Двойник. Какая-то девушка тоже Будни Соло Мама называла свой канал. Вот. У меня там больше тысячи подписчиков. И там мое лицо с моими детьми на аватарке. Там я тоже пишу много чего и общаюсь. Там можно мне в Телеграме написать, в личку. Все. Так что приходите там, подписывайтесь. Вот. Если кто-то хочет поддержать мой канал, все есть ссылки в описании на донаты, на мечту я коплю. Вот. Приходите тоже, смотрите. Ну а мы продолжаем дальше. Дальше у нас с рубриком Бакалея. Специи, соусы. Я взяла хлеба 2 батона. Я вообще сейчас предпочитаю брать селяночку батон. Сейчас обычную взяла нарезку. Я предпочитаю брать горчичный батон. В Волгограде, где я раньше жила. Сейчас живу в Москве. Раньше жила в Волгограде. Там очень популярна горчица. Там же Сарепта. Поселок. Который производит все из горчицы. И там, короче, они производят горчичный хлеб. Я так к ним привыкла. Он такой ароматный. Он такой немножко желтенький. Аромат, значит, вкусный. Я покупаю в пятерочке. Я вам очень советую. Горчичный батон. Вот такой селяночка. Он подешевле, чем такой. И он повкуснее. Но в этот раз почему-то я его в приложении не увидела. Я бы его заказала. Но его не было. Я взяла такой. Пускай будет. Вот. Взяла два батончика. Потом еще докуплю, если будет нужно. Ну, наверное, вряд ли. Но если будет нужно, докуплю. Ничего страшного. Взяла сахара. Ну, что-то я немножечко лоханулась. Надо было сходить ножками. Но мне лень. Я болею, мне лень. Я устала. Целый день лежала. Вот. Короче, взяла сахар. Такой он 80 рублей стоит. А я видела в пятерочке по 60. Ну, короче, 40 рублей. И со своей лень отдала. Очень жаль. Стыдно мне, конечно. Ну, ничего. Переживу как-нибудь. Взяла два килограмма. У нас как-то так резко кончился. В чай, кофе мы кладем сахар. В основном больше ни в день не используем. И в выпечку. Вот. Но я сегодня буду делать шарлоку с яблоками. Туда как раз стакан сахара уйдет. Так что. За неделю, конечно, мы сахар весь не съедим. Два килограмма. Это же вообще дофига. Вот. Но пускай будет с запасом. Мне так будет спокойнее. Вот. Гречка, рис у меня есть. Никакие крупы не брала. Вот раз гречка, рис у меня есть. Остались спагетти. Макарон тоже не стала брать. Надоели макаронную в баню. Я тут на днях варила этот, как его, лагман. Мне очень понравился. С бараниной у меня. Позапрошлые покупки осталась с бараниной. Я варила лагман. И там вот, короче, лапша лагманная. Она же отдельно кладется. Я думаю, что она останется. Я детям сделаю с яйцом. А из бакалей купила вот удон. Это очень вкусная пшеничная лапша. У меня лежит давно еще лежит кунжут. Я купила. Я его всегда покупаю. Буду печь, буду печь. И фиг, оно лежит. Купила, короче, кунжут. Хочу сделать вот лапшу в азиатском стиле. С соем соусом, с обжаренной курочкой, с маленькими кусочками, с овощами. Это очень вкусная штука. У меня еще замороженный горошек есть зеленый. Остался тоже. Сделаю. Это вкусная вещь. Прям очень вам советую. Удон, вот это вкусная лапша. Вообще, вот эта фирма Чим-Чим. Очень вкусная лапша у них, вот это Удон. Она такая еще интересная, плоская, прямоугольная. И купила нашу любимую Собу. Я в прошлый раз покупала, и мы сварили. Это вот нам на один раз. Единственная дорогая зараза. На один раз ее только хватит. То есть раз сварила, и мы все съели, наелись. Очень вкусная лапша. Конечно, стало хуже, когда они стали добавлять пшеничную сюда. Но все равно вот эта сан-сой лапша Соба. Самая вкусная. И еще, вы знаете, такую интересную штуку, когда вы читаете состав на упаковке, обращайте внимание на то, что стоит на первом месте. Потому что то, что стоит на первом месте, его больше всего. И вот если... Мне сказали, вот фикс-прайс есть в Соба. Ну, я помню, я ходила в фикс-прайс, и как-то взяла, не посмотрела на состав. Там в составе написано на первом месте пшеничная мука. А здесь, где я не могу найти. Да, е-мое, что-то такое, а? Вот так запрячут, фиг найдешь. Способ приготовления, рецепт лапши. Вот. А, и тут тоже стали делать на первом месте пшеничную муку. Ну, е-мое. Как в том анекдоте про снегового, про Дедушку Мороза. Ну, девочка, ну, ёптвою мать, а? На первом месте пшеничная мука. Ну, все, короче, Соба кончилась. Будем покупать Собу в японских магазинах теперь. А я и думаю, что вот она такая очень светлая стала. На первом месте должна быть гречневая мука, потом пшеничная. Вообще Соба делать только из гречневой муки. Вот. Ну, короче, вспомним. Запомним этот день. Это последняя, когда покупаем сенсой Собу. Больше не будем брать ее. Будем, найдем какие-нибудь японские или китайские магазинчики, будем там покупать. Вот. Ну, вообще, классная штука Соба. Мне очень нравится. Вот. Купила соевый соус. Я не могу. Одно время я так часто покупала, все вместо соли везде доваляла соевый соус. Это такая вкусная штука. Сенсой тоже, кстати, фирма. Я брала как-то Хайнс соевый соус. Это был оттаз. Фу, боже мой. Он был какой-то мысленистый. Какой-то чересчур со специями с какими-то. Это очень фу-фу-фу-фу-фу-фулянская фуфляндия. А вот этот классический соевый соус, он и в суше хорошо, он и вот рис, например, сварил, рис с овощами сделал и соевым соусом вместо соли палил. Это просто бомба. Пушка бомба. И с удоном хорошо, и с собой хорошо. Это прямо то, что надо. Я очень люблю очень вкусный соевый соус. Кто не пробовал, не покупал, попробуйте. Там еще очень хорошо, что там не только соль в соевом соусе. Но так он из сои сделан. Раз он соевый соус, он сделал из сои. И там много очень белка в нем. Полезная штука, короче. Но много нельзя. Я читала в США. Там любят всякие устраивания. Пойти не праздники, а соревнования. То там больше бургеров, теста, больше хот-догов. И один раз был в соревновании, кто больше выпьет соевого соуса. А один мужик выпил 3 литра соевого соуса и скончался. Ну, конечно, это 3 литра соли. Это прямо удар по почкам. Идиот, что могу сказать. Премия Дарвина ему. И так, и еще я купила черный перец. Я беру вот так. Я беру всегда в черный перец сам дешевый. Я вот так аккуратненько отрезаю у него край. Так вот сейчас делаю, чтобы он подряд. Отрезаю край. Потом, когда я сыплю себе там в суп, этот край я так заворачиваю. Потом еще раз заворачиваю. И такой прищепочкой троник надеваю. И все у меня стоит. Никакие стеклянные банки. Красота. Что это 10 рублей, что то, что в банке 110 рублей. 100 рублей экономия. Вот. Все, по-моему, рассказала. Что буду готовить, сейчас расскажу. Из овощей, значит, я буду тушить капусту. Может быть. Может быть. Не загадывай. Сделала пирог с капустой. Или капустные пирожки. Курицу я уже говорила, что буду делать. Что еще из желудков мне посоветовали сделать этот, как его он, по-флотски. Но так макароны не купила в этот раз, то я просто их потушу с луком и с морковью. Может быть майонез чуть-чуть добавлю. Я вместо сметаны, когда майонез, мне не нравится, сметана слишком кислая. Вот. И вот с собой или с удоном сделаем. Удон вообще хочу в азиатском стиле сделать с курочкой. Вот. Рис с овощами еще могу сделать. Много чего могу сделать. Свеклу сварить, потереть. И с майонезиком ее забабахать. Вот. Все хочу сделать свой домашний майонез. Но я не люблю уксус. И у меня нет горчицы. Но есть горчичное масло. Вот как вы думаете, из горчичного масла и яйца получится майонез? Такой нормальный. Или это полная фигня, не стоит тратить. Продукты. Вот. Что еще я хотела приготовить? У тебя суп гороха. С вами горох остался. Горохов супа наварю на всю неделю. Щи не знаю. Ну, не хочу. Фасоль вроде кончилась. Картошка не люблю. Щи. Ой, борщ. Не борщ, не щи, картошка не очень люблю. Ну, если очень захочется, сварю. Вот. Что еще можно сделать? Не знаю даже. Если есть идеи, давайте. Подкидывайте. А из яиц можно что-то сделать. Ну, печь я буду блины. В афликах всегда шарлотку с яблоками. Вот. Безе еще хочу испечь. Вот. Если есть какие-нибудь интересные проверенные рецепты, пишите в комментариях. С удовольствием почитаю. Все, кто досмотрел до конца, вы геройские герои. Слушать мой треп. Это просто, я не знаю. Супер подвиг. Молодцы. Требуйте медаль в комментариях. Я вам выдам. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Отличное настроение. Хороших уходных вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok